На Липецком заводе Мотор Инвест стартовало серийное производство электромобилей под маркой Эволют. Во всяком случае, так заявили представители самой фирмы Мотор Инвест и чиновники федерального Минпромторга. Вот только по факту марка Эволют предъявила лишь несколько протокольных фотоснимков. А из всего процесса сборки гостям мероприятия показали исключительно монтаж задней подвески. Так что заявленная крупноузловая сборка представляет собой банальную наклейку собственных логотипов на электромобиле китайского концерна Дунфен. При этом Мотор Инвест подписал специальный инвестиционный контракт, обязуясь наладить производство полного цикла. Под это дело должны нанять 1300 рабочих. Но когда утвержденные Минпромторгом планы будут реализованы, в Липецке молчат. Хотя федеральные льготы Эволют получает. Все модели новоиспеченной марки без лишних разговоров попали под крыло госпрограммы льготного кредитования. По которой на электромобиле российской сборки действует 35% скидка. Это будет оправдано, если вскоре на заводе действительно появится сварка, окраска и мелкоузловая сборка. Но на текущий момент затея выглядит грустно. Эволют получил государственные преференции прямо сейчас, а производство полного цикла наладит потом. Что касается самих машин, то под переклейку шильдиков первым пошел седан Дунфен Эолус И70, он же Эволют АйПро. В его основе шасси от седана Ниссан Альмера образца 2011 года. Цена без субсидии неполные 3 миллиона рублей, а старт продаж назначен на октябрь. В этом году Мотор Инвест также начнет выпуск кроссоверов Эволют АйДжой и минивэнов АйВан, которые стоят по 3,5 миллиона рублей без учета субсидии. О цене более крупного паркетника АйДжет пока не сказано ни слова. До конца года завод хочет выпустить около 2000 электромобилей, а общий план выглядит фантастикой. 242 тысячи машин за 11 лет. Совершенно отдельным пунктом идет модель Воя Фри. По предварительной информации двухмоторные 500-сильные машины будут стоить 8 миллионов рублей, а их локализация под маркой Эволют не планируется. По габаритам это одноклассник кроссовера Ауди Q7. Поставки начнутся через несколько месяцев, однако найти клиентов для безызвестного, но очень дорогого китайского автомобиля дилерам будет непросто.